Еще несколько дней назад пляжи областного центра выглядели именно так. Солнце, жара, отдыхающие. Многие жители и гости города летние дни предпочитают проводить на пляже. И дети, и взрослые с удовольствием купаются и загорают, дышат свежим воздухом. Хочется верить, что не забывают и о том, что вода может быть опасной. Конечно, в официальных и оборудованных зонах отдыха за соблюдением правил следят специалисты, но и про личную ответственность забывать не стоит. На данный момент, если брать статистику с начала года, то в городе Бресте, что касаемо, это у нас произошел один случай, утонул один человек. Если сравнивать с предыдущим годом, статистика у нас положительная динамика. В области это 26 человек, из них один несовершеннолетний, который провалился под лед еще в период зимний. Но в тот же момент спасено 23 человека в области, и один несовершеннолетний, и по городу Бресту 7 человек спасено. Это взрослых, из них трое – это дети. Главное правило купания известно всем. Плавать можно только в разрешенных местах. Но, как показывает практика, знать не равно соблюдать. В первую очередь это нужно купаться в местах, разрешенных для купания. По городу Бресту у нас это таких 5 мест разрешенных. Это два пляжа Центральный набережная и другая сторона, также реки Муховец Центральный 2. Далее Грибной канал, это у нас пляж. Четвертый пляж Восточный. И пятое место – это на Красном дворе, но именно там, где установлены таблически, что это является пляжем, и работают наши спасатели. Особенно купаться любят дети, но за ними нужен особый контроль на водоемах, контроль взрослых. Но, к сожалению, даже соблюдение всех требований и правил не дает стопроцентной гарантии, что человек не окажется в опасной ситуации. Работа эта заключается в нашей, прежде всего, спасении на водах всех людей, которым это необходимо. Работа станции построена следующим образом. Здесь в течение дежурной смены находится команда. Это три водолаза, один моторист, медсестра, со всем подготовленным необходимым снаряжением, которое я уже перечислил ранее. Один из членов команды в течение двух часов заступает на вахтенное наблюдение, и оттуда ведется непрестанное наблюдение за всей акваторией. В случае необходимости он дает сигнал по средствам связи, и дежурная смена уже с подготовленным снаряжением выдвигается на место, и для необходимости использует все возможные меры для спасения жизни людей на водах. Свои рекомендации по безопасности на воде есть и у докторов. Состояние здоровья – важный критерий для определения, можно плавать или нет. Чувствуете себя не очень хорошо? Стоит от заплыва воздержаться. Еще один немаловажный аспект – поведение, если, как принято говорить, схватило судорога. Далеко не каждый знает, как вести себя в данной ситуации. Часто обращаются пациенты на прием с жалобами, что во время нахождения в воде, это или открытое пространство, или нахождение в бассейне, возникают судороги. Что, конечно, доставляет дискомфорт, болевой синдром пациенту. И многие не знают просто, что с этим делать. Значит, в первую очередь необходимо просто расслабиться пациенту, не паниковать и успокоиться. Человек расслабился, успокоился, и в той ноге, допустим, в которой возникла судорога, ее нужно расслабить, потянуть к себе, держим за большой палец, тянем стопу на себя, тем самым мышцы, которые напряглись и вызывают болевой синдром, они расслабляются, и человек начинает ощущать себя лучше. Постараться потом в более короткие сроки добраться до берега. И уже дальнейшие какие-то мероприятия проводятся на берегу. Не стоит забывать и о нормах по микробиологическим и санитарно-химическим показателям воды. За этим пристально следят специалисты. Информация есть на сайте Центра гигиены и эпидемиологии. Важный совет. После проливных дождей на несколько дней от купания в водоемах желательно отказаться вовсе. В санитарно-эпидемиологической службе осуществляется постоянный мониторинг качества воды в водоемах, а также санитарного состояния прибрежных полос. На сегодняшний момент, наверное, говорить конкретно о каких-то запрещенных местах купания, пляжах не совсем корректно, потому что после проливных ливней вода ухудшается, соответственно, во всех водоемах, которые попали в эту зону подтопления. Даже по нашим методикам, которые утверждены на уровне Министерства здравоохранения, в первые три дня после проливных ливней вода для исследований не отбирается, не исследуется, потому что однозначно ухудшение ее происходит. Поэтому наверняка хотелось бы обратиться к зрителям. После проливных ливней не бежать сразу на пляж принимать какие-то водные процедуры, потому что опасность загрязнения воды, она существует. Рассказывать о правилах поведения на воде можно долго, но в конечном итоге многое зависит от личной сознательности и трезвого взгляда самого отдыхающего. Помните, риск на воде – дело неблагородное.